Добрый день, сейчас мы сделаем пакет трейсер 12.5.13. У нас здесь большой трэбл шутинг и давайте начинать. Первым делом нажмем вот эту вот кнопку и перезагрузим все устройства разом. И сейчас ждем пока не перезагрузится. Можно нажать Capture Forward кнопку, так оно в теории быстрее пройдет. Сейчас у нас должно появиться 7 баллов. Ладно, подождем. Итак, после перезагрузки у нас 5 баллов и сейчас скоро будет 7. Сразу как мы видим по сети здесь очень быстро мигают огоньки. Скорее всего здесь у нас зациклено все и оно много раз отправляется самому себе. Думаю, если мы в симуляцию зайдем и посмотрим, это подтвердится. Это мы исправим. Так, сейчас все вообще зависло. Слишком много пакетов, как видите. Сейчас подожду, если оно развиснет. Развисло, ура. Все, возвращаемся в реалтайм, не будем его мучить. 7% не становится. Ну ладно, давайте начнем. Так, что нам нужно? Первым делом давайте откроем Switch 1. Как всегда я покажу только решение. О, вот стало 7%. Так, как всегда можно пинковать. Много чего можно делать. Здесь опять-таки уже написаны команды по решению и поиску проблем. Можете делать все по шагам. Так будет, наверное, лучше и понятнее. А я показываю решение. Итак, открываем S1. Enable Configure Terminal. Интерфейс Fast Ethernet 03. Switchport Port Security. Тут не включен. Switchport Port Security. Mac. Мак. Адрес. Стики. Прописываем. Отлично. У нас 16%. Давайте дальше. Потом открываем S3. S5. S3. Конфигурация. Enable Conf T. Интерфейс Range. F0. 1-2. То есть, первый и второй в Fast Ethernet. И здесь Channel. Не пишется. Точнее, там не работает. Channel Group 1 Mod On. Отлично. Сработало. Отлично. И, как видите, у нас перестали бешеные мигать огоньки. Можно Capture Forward. Вот. Они иногда подбегивают. А такого, как было, что они прям... Так эта петля называется. У нас была тут петля. Теперь ее нет. Отлично. Давайте теперь зайдем в S2. И его настроим. Ванная строка. Enable. Configure Terminal. Здесь интерфейс G. 0. 1. Switchport. Native. Switchport. Trunk. Native. VLAN. 99. Отлично. И теперь нужно тут же Spanning Tree. VLAN. 1. 1005. Root. Primary. memory. Все зависло опять. Ждем. Отлично. Сработало. Как видим, у нас сейчас 48 баллов. Вы можете следить, на каком шаге, сколько баллов появляется. И следить за выполнением работы. Давайте дальше. R3 открываем. Командная строка. Enable. Configure Terminal. На R3 мы меняем пулы. Там неправильно настроены пулы. Поэтому пишем no.ip. DHCP. Pool. LAN. 40. Главное писать правильное название. Отлично. Отлично. LAN 40 мы убрали. Теперь тоже, но 50 убираем. Хорошо. IP. DHCP. DHCP. Pool. LAN. 40. Такой же, как мы убрали. Захарим в его настройку. Здесь нетворк. 192.168.40. 0. Если вы это будете делать по шагам, то вы перед этим напишите show running config. И show run. И увидите там эти команды, скопируйте их. И вам не нужно будет вручную вводить. Я ввожу вручную 255.255.255.0. Мы создали сеть. Так, теперь default router прописываем. 192.168.40. Так, теперь LAN 50. И по сути делаем то же самое, но везде пишем 50. Network 50.0. И default router 51. Все. Так, настроили DHCP. Теперь давайте настроим OSPF. Роутер. OSPF. 1. Passive Interface. G. 01.30. Точка 40. И точка. Ой, 400. Ко 400. 40. И точка 50. Отлично. Сделали эти интерфейсы пассивные. Теперь это мы R3 перенастроили. Теперь нам нужно открыть Pk3. Вот он. Desktop. И при конфигурации видим здесь default gateway 31. А должен быть вроде 41. Поэтому мы нажимаем static. И опять DHCP. И за то, что мы перенастроили DHCP на R3, у нас видите 41. Получился default router. Теперь на Pk4 делаем то же самое. Здесь 31. Кстати, DHCP сейчас появится 51. Потому что мы перенастроили R3. DHCP в нем. Отлично. Дальше. Как видите, у нас уже аж 69 баллов. Теперь давайте настраивать R2. R2. Командная строка. Enable. Configure Terminal. Все как всегда. Так. Роутер OSPF 1. Default information originate. IPv6 router OSPF 1. Default information originate. Отлично. Теперь открываем R1. Так, всегда команда на строке. Enable. Configure Terminal. Interface G0. 0, 0. No IP. OSPF. Cost. Здесь неправильно настроен. Cost. 648 мы убираем. Так. И теперь то же самое на R3. R3. Вот он. Interface G3. 0. А нет, здесь не 3. 0. Здесь 1. 0. Вот так вот. No IP. OSPF. Cost. 648. Отлично. И нам осталось только R2. 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 Вот он у нас. Так, это R1. R2 нам нужен. В данной строке мы уже. Interface. Серийный 3.0. IP. NAT. Inside. Все. Как видите, мы исправили все ошибки. Можете делать все по шагам. Здесь вы лучше поймете задание. Как видите, здесь уже некоторые команды исправления нет. Есть. Некоторых вроде как нету. Но я вам показал все вообще команды. И как все исправить. А на этом все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok